Мы, отряды Путина, заявляем, что администрация Байдена является просто пиратствующей группировкой. Вы украли наши 5 миллиардов долларов. И мы знаем, для чего вы это сделали. Для того, чтобы заставить европейцев украсть наши 300 миллиардов. И мы предупреждаем вас, европейцам, Франция, Германия, кто там еще. Если вы украдете наши 300 миллиардов, мы придем, заберем 300 миллиардов, проценты к ним. И потом не надо будет опять обижаться на варварскую Россию. Мы вас предупредили. Если вы тронете наши деньги, потом не обижайтесь. А также мы хотим обратиться к нашим партнерам. Китаю, Ближнему Востоку, Африке и Латинской Америке. Прежде чем размещать ваши активы в этом прогнившем Западе, подумайте тысячу раз. Потому что после России на очереди будете именно вы. А вы наши китайские партнеры. Особенно, так сказать, в крепкой связке с Соединенными Штатами. Вы следующие. Ваш Тайвань тоже следующий. Подумайте сейчас об этом, пока не поздно. Мы, отряды Путина, предупреждаем весь мир. Эти люди не остановятся. Мы, отряды Путина, поражены, удивлены. Как эта Америка, она превратилась в банду настоящую. Забрать активы с банков, еще Америка, и передать ее Киеву. Это бандитизм, это даже мягко сказать. Это нужно наказать весь Конгресс за это решение. Такого не должно быть на земле. Мы узнали, что Конгресс принял решение о том, чтобы взять 5 миллиардов российских денег и передать их Киеву. Мы категорически против этого. И предупреждаем Европу, что если они последуют за Америкой и украдут еще 300 миллиардов, то они будут возвращать их с процентами. Я также негодую и возмущаюсь этими варварскими, бандитскими поступками Соединенных Штатов во главе с их правителем Байденом. Они пошли в обход международного закона. Это недопустимо. Это кощунство. Это посягательство на частную собственность. Не хватает слов на такого варварского отношения к законам международных, к законам собственности, права. Не знаю, как сказать. Где это нашелся такое государство, которое стало репетиром? Или я не знаю, как сказать, бандитом. Разве можно такое совершать? Верните деньги и никакой помощи Киеву. Прекратите. Это воровство. Ворварство. Продолжение следует...